сегодня у нас 1 октября 2019 год время 12 минут 10 вечером сейчас вот я слушаю собрание который проходит в городе барнауле крестово-движенской общине и вот брат сергей попков сейчас читает блаженного филакта толкования на евангелие вот и там и на их дает комментарии что святые отцы советуют читать 118 псалом именно сколько раз там говорится о слове божием то есть даже превышает число этих стихов а там 176 стихов вот и здесь у нас тоже вот особый любовь слову божьему тоже вот висят надписи тут конечно есть не не точные выражения из библии но смысл передан правильно то есть везде тут 12 надписи все не будут показывать вот я слушал и такая вот лица как бы любовь развелась в сердце моем минуты очень ценишь господь тебя касается что любви к слову божьему вот она святая библия наша господь милостив что открылся нам через слово свое святое поживое действенное я тоже когда уверовал господь нашего иисуса христа полюбил слово божие и когда услышала сто восемнадцатом псалме поставил себе заправила каждое утро я вставал было даже четыре часа и каждое утро читал сто восемнадцатый псалом даже порой там дремал сидел за этим псалом потому что он длинный чуть не выспишься ну старался дочитать до конца потом читал евангелие столкованием или послание столкование блаженного филакта то есть нет мне это близко то есть сто восемнадцатый псалом я его хотел сейчас зачитать прошу прощения конечно если где какие-либо ошибки буду делать помилуйте сто восемнадцатый псалом аллилуйя это псалом давида блаженный непорочный в пути ходящий в законе господнем блаженный хранящий откровение его всем сердцем ищущий его они делают беззаконие ходят путями его ты заповедал повеление твоих хранит твердо о если бы направлялись пути мои к соблюдению усталых твоих тогда я не постыдился бы взирая на все заповеди твои я славил бы тебя в правоте сердца получаясь судом правды твоей буду хранить усталых твоей не оставляли меня совсем как юноши содержать чистоте путь свой хранением себя по слову твоему всем сердцем моим ищу тебя не дай мне уклониться заповеди твоих сердце моем сокрыл я слово твое чтобы не грешить перед тобою благословен ты господи научи меня усталым твоим устами моими возвещал я все суды уст твоих на пути откровения твоих я радуюсь как во всяком богатстве о заповеди твоих размышляю и взирая на пути твои уставами твоими утешаюсь не забывая слова твоего яви милость рабу твоему и буду жить и хранить слово твое открою очи мои и увижу чудеса закона твоего странники на земле не скрывает мне заповеди твоих истомилась душе мое желание судов твоих во всякое время ты укоротил гордых проклятых уклоняющихся от заповеди твоих с ними с меня поношение по сравнению ибо я храню откровения твои князья сидят и сговариваются против меня а раб твой размышляет об усталых твоих откровения твое утешение мое и усталые твое советники мои душа моя повержена в прах оживи меня по слову твоему объявил я пути мои и ты услышал меня научи меня усталым твоим дай мне уразуметь путь повелений твоих и буду размышлять о чудесах твоих душа моя истоевает от скорби укрепи меня по слову твоему удаляет меня путь лжи и закон твой даруй мне я избрал путь истины поставил перед собой суды твои я полепился как откровением твоим господи не постыди меня потеку путем западе твоих когда ты расширишь сердце моё укажи мне господи путь усталых твоих и я буду держаться его до конца вразуми меня и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем поставь меня на стезю западе твоих ибо я вожевал ее преклони сердце моё как откровением твоим а не корысти отврати очи мои чтобы не видеть суеты живы твори меня на пути твоем утверди слово твое рабу твоему ради благовения перед тобою отврати поношение моё которого я страшусь ибо суды твои благи вот я вас желал повелений твоих живы твори мне правду твоею да придут ко мне милости твоей господи спасение твое по слову твоему и я дам ответ поносящему меня ибо упывай на слово твое не отнимай совсем от уст моих слова истины ибо я упываю на суды твои и буду хранить закон твой всегда во веки и веки буду ходить свободно ибо я взыскал повелений твоих буду говорить об откровениях твоих перед царями и не постыжусь буду утешаться заповедями твоими которую возлюбил руки мои буду простирать заповедью твою которую возлюбил и размышлять об усталах твоих вспомни слово твое к рабу твоему на которое ты повелел мне уповать это утешение в бедстве моем что слово твое оживляет меня гордые крайне ругались надо мною но я не уклонился от закона твоего вспоминал суды твои господи от века и утешался ужас овладевает мною привидень чтивых оставляющих закон твой усталые твои были песнями моими на месте странствования моих ночью вспоминал я имя твой господи и хранил закон твой он стал моим ибо повеления твой храню удел мой господи сказал я соблюдать слова твои молился тебе всем сердцем помил меня по слову твоему размышлял о путях моих и обращал стопы моих откровениям твои спешил и немедленно соблюдать западе твои сечень чтивых окружили меня но я не забывал закона твоего в полночь вставал славословие тебя за праведные суды твои общеньки о всем боящемся тебя и хранящим повеление твоей милости твоей господи полна земля научи меня усталом твоим благо сотворил ты рабу твоему господи по слову твоему доброму разумению и введению научи меня ибо западе твоему я верую прежде страдания моего я заблуждался а ныне слово твое храню благо и благоделие телен ты господи научи меня усталом твоим гордо и сплетает на меня ложь я же всем сердцем буду хранить повеление твоей ожирело сердце как туг я же закону твоему чешаюсь благо мне что я пострадал дабы научиться усталом твоим закону твой для меня лучше тысяч золота и серебра руки твои сотворили меня и устроили меня вразуми меня и научусь западем твоим боящийся тебя увидят меня и возрадуются что я уповая на слово твое зная господи что суды твои праведны и по справедливости ты наказал меня да будь же милость твое утешение моим по слову твоему к рабу твоему да придет ко мне милосердие твое и я буду жить ибо закон твой утешение мое да будут постажены гордые ибо безвина угнетает меня я размышляю о повелении твоих да обратятся ко мне боящиеся тебя и знающие откровения твои да будет сердце мое непорочно в усталых твоих чтобы я не посрамился истоевает душа моя о спасении твое уповая на слово твое истоевает очи мои о слове твое я говорю когда ты утешишь меня я стал как мех в дыму но усталых твоих не забыл сколько дней раба твоего когда произнесешь суд над гонителем моими яму вырыли мне гордые вопреки закону твоему все заповеди твои истина несправедливо преследуют меня помоги мне едва не погубили меня на земле но я не оставил повелений твоих по милости твоей оживляю меня и буду хранить откровения уст твоих на веки господи слово твое утверждено на небесах истина твое в рот и в рот ты поставил землю и она стоит по определению твоим все стоит до ныне ибо все служит тебе если бы незакон твой был утешением моим погиб бы я в бедствии моем вовек не забуду повелений твоих ибо ими ты оживляешь меня твое спаси меня ибо я взыскал повелений твоих нечестиво подстерегает меня чтобы погубить а я углубляюсь в откровении твоей я видел предел всякого совершенства но твоя западь безмерно обширна как люблю я закон твой весь день размышляя о нем западью твоею ты садил меня мудрее врагов моих ибо она всегда со мною я стал разумнее всех учителей моих ибо размышляя об откровении твоих я сведущ более старцев ибо повеления твои храню от всякого злого пути удерживай ноги мои чтобы хранить слово твое от садов твоих не уклоняюсь ибо ты научаешь меня как сладкие гортани мои слова твои лучше меда устам моим по велению твоими я вразумлен потому не наезжу всякий путь лжи слово твое светильник ноге моей и свет стезей моей я клял сохранить правильные суды твои и исполню сильно угнетел меня господи оживи меня по слову твоему благоволи же господи принять добровольную жертву уст моих и судам твоим научи меня душа моя не пристану в руке моей но закона твоего не забываю нечтивы поставили для меня сеть но я не уклонился от повелений твоих откровения твои я принял как наследие навеки ибо они висели сердце моего я преклонил сердце моё к исполнению уставов твоих навек до конца вымыслы человеческие ненавижу а закон твой люблю ты покров мой и щит мой на слово твое уповаю удалитесь от меня от беззаконные и буду хранить заповеди богу моего укрепи меня по слову твоему и буду жить не посрами меня в надежде моей поддержи меня и спасусь и в уставы твои буду вникать непрестанно всех отступающих от уставов твоих ты не излагаешь ибо ухищрение их ложь как изголь отметаешь всех нечестивых земли потому я возлюбил откровения твои трепещет от страха твоего плоть моя и судов твоих я боюсь я совершал суд и правду не предай мне гонители моим заступи раба твоего ко благу его чтобы не угнетали меня гордые и стаевает очи мои ожидая спасения твоего и слова правды твоей сотвори с рабом твоим по милости твоей и усталом твоим научи меня я раб твой вразуми меня и познаю откровения твои время господу действовать закон твой разорили а я люблю заповеди твои более золото и золото чистого все повеления твои все признаюсь праведливыми всякий путь лжи ненавижу дивные откровения твои потому хранит их душа моя откровения слов твоих просвещает вразумляет простых открываю уста мои и вздыхаю ибо заповед твоей жажду призрени меня и помилуй меня как поступаю с любящими имя твое утверди стопы мои в слове твое и не дай владеть мною никакому беззаконию избавь меня от угнетения человеческого и буду хранить повеление твое оси я раба твоего светом лица твоего и научи мне устал на твоим из глаз моих текут потоки вод от того что не хранят закона твоего праведен ты господи и справедливы суды твои откровения твои которые ты заповедал правда и совершенная истина ревность моя снидает меня потому что мои враги забыли слова твои слово твое весьма чисто и раб твой возлюбил его мал я и перезрен но повелений твоих не забываю правда твоя правда вечная и закон твой истина скорбь и горесть постигли меня заповеди твое утешение мое правда откровения твое вечно вразуми меня и буду жить взывая всем сердце моим услышь меня господи и сохраню устало у твоей призываю тебе спаси меня и буду хранить откровение твое предваряю рассвет и взываю на слово твое упываю очи мои предваряю утреннюю стражу чтобы мне углубляться в слово твое услышь голос мой по милости твоей господи по суду твоему оживи меня приблизились замышляющие лукавства далеке не от закона твоего близок ты господи и все западе твои истина издавно узнал я в откровении твоих что ты утвердил их навеки возри на бедствие мое и избавь меня ибо я не забываю закона твоего ступи в дело мое и защити меня по слову твоему оживи меня далеко от нечестивых спасения ибо они у усталых твоих не ищут много щедрот твои господи по суду твоему оживи меня много у меня гонителей и врагов но от откровений твоих я не удаляюсь вижу отступников и сокрушаюсь ибо они не хранят слова твоего зри как я люблю по велению твоей по милости твой господи оживи меня основание слова твое истина и вечен всякий суд правды твоей князья гонит меня безвинно но сердце моё боится слова твоего радуйся слову твоему как получивши великую прибыль ненавижу ложь и гнушаюсь ею закон же твой люблю семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей велик мир у любящий закон твой и нет им преткновения убывая на спасение твое господи и западе твой исполняю душа моя хранит откровения твои и я люблю их крепко храню повеления твои и откровения твои ибо все пути мои перед тобою да приблизится вопль мой при лицо твое господи по слову твоему вразуми меня да придет моление мое при лицо твое по слову твоему избавь меня уста мои произнесут хвалу когда ты научишь меня устало твои язык мой возгласить слово твое ибо все западе твои праведны да будет рука твоя в помощь мне ибо я повеление твое избрал жажду спасения твоего господи и закон твой утешение мое да живет душа моя и славит тебя и суды твои да помогут мне я заблудился как овца потерянное взыщи раба твоего ибо я западе твоих не забыл аминь вот такой чудный псалом сто восемнадцатый я его еще называю псалом любви к слову божьему этот псалом то есть много которых читаешь места описания из этого именно псалма относится именно ко мне то есть где-то согласно их поступал где-то не сохранил ты слово божие не сохранил заповеди господни нарушил где-то вот а потом как говорится да да вот такая чудная книга из книг слово господне вот и эта книга многих многие души воскресила то есть если ты вот бывают люди попадаются и задают вопрос как мне приобрести веру то есть как мне ее найти вот нет у меня это вера вот смотрю на вашу жизнь как вы господа славите как вы молитесь как у вас на душе радостно от этой жизни что здесь ну бывает конечно и скорби страдания переживания все это есть да может все таки люди но все таки когда человек внутренне духовный у него по другому все и вот говоришь человек единственный источник приобретения веры в Бога во Христа вечность вечное спасение быть со Христом в вечности со всеми святыми это вот эта вот книга книг читай молись чтоб Господь тебя через это слово промудил твои души стань ведь спящий и воскреси тебе Христос как апостол Павел сказал только это слово пробуждает души человеческие потому всюду везде надо распространять слово Господне помолись Господь тебе положит на сердце где куда какой талант может есть я вот например уже неоднократно приводил свой пример о том что я когда уверовал так как я работ жил в деревне занимался обычными деревенскими делами то есть нанимался там заборы делать дрова колоть там ну там полы перекрывать где-то участников там и вот когда я стал молиться ну что одна из любимых моих работ это колка дров вот а так как приходится часто где-то кому кому-то колоть я понимаю что скорость у меня небольшая как говорится хотелось бы побыстрее половче чтобы это все получалось вот я стал об этом целенаправленно молиться чтоб Господь мне дал именно этот талант приумножить чтоб дал скорости в колке дров и чтоб через это я мог людям которые не знают о Боге засвидетельствовать то есть не только словом а прежде предваряя показать делом что я христианин то есть я делаю все по совести как Господь мне велит вот а потом уже и так получалось в жизни что люди потом располагались и видят как ты работаешь добросовестно и уже прислушивались к тому что ты говоришь вот ну еще мне нравится вот одно стихотворение называется Библия у меня даже есть ролик где с Сергеем Козловым парализованным который сейчас отошел вечно наш брат вот это именно стихотворение мы читаем зачитываем о книга книг кто не изведал своей изменчивой судьбе как ты целишь того кто предал свой утомленный дух тебе в череде видений неизменных как совершенная чиста твоих страниц проникновенных младенческая простота не меркнут образы святые как братьев обнимал Иосиф на высоте частей и слав кто проникал не пламенее веков таинственную даль познав сияние моисея с горы несущего скрижали резец и карандаш и кисти и струны и пивучий стих еще светлей еще чести творят ряд образов твоих какой поэт какой художник к тебе не приходил любя еврей христианин безбожник все все учились у тебя и сколько мыслей гениальных с тобой невидимы следы сквозь блеск твоих страниц кристальных нам светит гениев мечты ты вечно новый век за веком за годом год за мигом миг встаешь алтарь пред человеком о библия о книга книг ты правда тайны сокровенной ты откровение ты завет всевышний данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет написал это чудное стихотворение Валерий Брюсов 1918 год вот я еще хочу посоветовать тем людям кто будет этот ролик слушать если он верующий и он хотел бы людям нести слово божие как говорится с дерзновением выбросить этого бога хочу дать небольшие советы как у меня был такой период когда я ходил по поездам один проповедовал так вышло что я один остался потом уже это было у меня на Урале когда приехал на Алтай у меня такой момент был что я готовился к проповеди именно открыто выйти на улицу а уж где в какой момент там уж Господь укажет и готовился почти тогда уже неделю наверное где-то я готовился один совет то есть ничего нигде не слушать не смотреть особенно сейчас очень распространено это в интернете там что-то где-то глянул какой-то ролик что-то где-то почитал ненужное для твоей души все это отбрось возьми в руки Слово Божие и читать только Слово Божие вот заучивай местописание молись в каком порядке что сказать конечно когда ты выйдешь на проповедь Дух Святой тебя может направить по другому по иному говорится руслу но подготавливаться надо всегда к этому как вот Господь апостол нам сказал что я не думайте о том что и как говорить да когда вас поведут там на суд куда-то предправителем будут ибо Дух Святой вам подскажет что сказать но это не значит что ты должен все сложить руки вроде Дух Святой тебе скажет нет ты должен к этому быть самым быть готовым потому что ты должен наполнить именно чем твое сердце наполнено то оно и будет из тебя исходить почему Господь тебе сказал что из сердца исходят злые помыслы то есть чем твое сердце наполнено то и тебе говорится потекут из вас как Господь сказал реки воды живой Иоанна 7.39 почему потому что ты был наполнен Словом Божьим без этого из твоего источника бежит именно чистое Слово Божие всякое чистое Слово Бога живого вот тоже вот есть одно стихотворение еще я также в этом же ролике с братом Сергеем Козловым беседовал когда я ему зачитал я их нашел мне понравилось я их заучил даже для себя ну так приходится часто повторять что опять в памяти возомолялось называется это стихотворение над Евангелем если в жизни судьбой угонимый духом славы мой друг упадешь обратись к этой книге священной в ней ты силы к борьбе почерпнешь то есть если ты ослаб духовно читай Слово Божие возьми в руки даже если неохота тебе читать возьми и начни читать и тогда душа твоя откроется воспрянет разверни ты святые страницы ты проникнись священным огнем ты в слова с чистотой глубинной вникни сердцем своим и умом и тогда отдохнешь ослабевшей душой в этом мире наживы и муки и с надеждой с верой с любовью святой ты подымешь к распятому руки то есть Господу Иисус Христу написал это стихотворение священник Иоанн Благодатов 1903 год из журнала Воскресный день вот вот такое чудно написал святой священник есть есть и другие стихотворения которые неоднократно я уже цитировал произносил это Новый Завет Никитин Иван Савич написал 1853 года вот тоже можете найти почитать его очень чудно советую для благовестника вот это стихотворение иметь на заметку для благовестия именно то есть помогает даже вот например я когда благоествовал и встречаются люди неверующие которые вообще не признают Бога Творца то есть одно из стихотворений вот есть такое пишутся прекрасные пейзажи вечного художника рукой пусть никто о Боге мне не скажет скажет Ива ночью над рекой скажет звезды скажет буйный ветер и колостив золото и лес и закат прозрачный летний вечер нам откроет дверь в страну чудес мир безмолвный нам о Боге скажет скажет грому молнию грозой скажет солнцем и росой что ляжет на траву серебряной слезой пусть никто о Боге нам не скажет пусть не слышен голос нам живой пишется прекрасные пейзажи вечного художника рукой то есть все творение Божие говорит о Творце то есть это безумно почему царь Давид в тринадцатом псалме сказал сказал безумно сердце нет Бога а пятьдесят втором псалме почему они это так говорят развратились вот я недавно беседовал тоже в чат рулетку заходил помолился и Господь меня благословил в благовестии там в этом чате разврата одного встретил он говорит я атеист и вот как раз вот это вот я ему привел что почему ты атеист потому что ты не хочешь и вернее не хочешь отвечать за те грехи которые ты творишь и хочешь чтобы в этих грехах именно жить почему в царство небесное попадут люди только те которые желают туда попасть кто стремится к чистоте святости вот например есть такая как говорится площадка Яндекс Дзен там пишут свои публикуют материалы ну я тоже узнал об этом решил там опубликовать некоторые материалы там Игнатия Ивановича Лапкина потом свои выставил некоторые которые мне Господь положил написать и вот есть одного метрополита называется как прожить один день святой святой жизнью как бы вот так примерно называется один день святой жизни а я назвал этот материал изо дня день как жить свято вот и смотрю на другие мои какие-то публикации там везде есть дочитывание то есть кто-то посмотрел прочитал а на этот материал именно жить свято ни одного дочитывания то есть никто даже не поинтересовался то есть люди не стремятся жить свято перед Богом они укрываются от света они прячутся от него но придет день когда это все осветится все озарится как вот мы читаем книги откровения в двадцатой главе это одиннадцатый стих и увидел я великий белый престол и сидящим на нем от лица которого бежало небо и земля и не нашлось им места двенадцатый стих и увидел я мертвых малых и великих стоящих пред Богом и книги раскрыты были и иная книга раскрыта которая есть книга жизни и судимы были мертвы по написанному книгах сообразно с делами своими но вот эти одиннадцатый двенадцатый можно там тринадцатый тоже даже это для тех которые проповедуют Евангелие то есть вот этот из этих вот эти два-три стиха можно заучить себе для благовестия то есть в начале вот например какого у меня у самого по опыту был то есть я вот у меня такой период был я заходил мы тогда с братьями ходили на благовестие на автовокзал и на вокзал вот я почувствовал что Господь побуждает сказать слово именно начинал с греха падения Адама с Евы а закончил книги откровения вот этим местописанием то есть что будет великий белый престол то есть что будет именно суд Божий суд страшный написано страшный суд то есть большую букву даже пишут страшный суд и вот когда мне кажется слово Божие все что говорится такое мирское которое тебя там притягивало или что то там тебе нравилось ли все это отходит на задний план сразу то есть тебя душа воскресает очередной раз скажешь ну я же воскрес когда крещение принимал я же воскрес когда у меня рождение свыше получилось да но человек как говорится у него есть плоть и враг душ человеческих он все время неутомительно трудится над твоей тоже душой чтобы ее погубить и потому человек порой ослабевает в этой борьбе и чтобы в этой борьбе не ослабнуть как вот здесь мы прочитали сейчас свихтворение ты должен прибегнуть к этому слову то есть вникать в него непрестанно почему и апостол Павел говорит что все писание Бога вдохновенно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности да будет совершен Божий человек ко всякому добрым делу приготовлен 2 Тимофея 3 глава 16 17 стих вот ну даже и 1 Тимофея 4 16 вникай в себя и в учение занимайся с ним постоянно ибо так и себя спасешь и слушаешь тебя поступая так да чудные дела Господа чудные очень велики порой иногда и ходишь там по дому когда вот я Господь касается прижимаешь к груди это Слово Божие и Господу воздаешь славу за все благодаришь Господи где бы я был если б ты меня не избрал если б ты меня не вырвал из этого тенистого болота не осветил меня Господи не очистил и не послал в этот мир к любодейной грешни быть светом этому миру солью для этой земли вот тоже есть одно чудное такое стихотворение это я одно время у меня было падение духовное и я уехал отсюда с Алтая убежал на велосипеде тогда вот и был на Урале около года потом обратно Господь меня вернул вот она мне сестра прислала одно стихотворение жизнь может оборваться точно нить но точно нить и ее связать не сможем но есть возможность всем нам вместе жить лишь только веру во Христа умножим о друг проверь каков твой жизни путь пересмотри ты все свои кумиры коль хочешь ты душой отдохнуть Христа прими пока ты в этом мире как ты живешь остановись смотрись сегодня можешь ты принять решение иди смирене Богу поклонись и обновить и обновить духовные стремления пока ты молод пока полон сил тебя зовет Господь на поле жад сейчас тебя он лично пригласит так лучше ты не сомневайся и ему поверь пусть есть и даже ты больной и слабый бог сам тебе откроет в вечность дверь там будешь ты в лучах Христовой славы со гражданами Христос во всех зовет прийти на зов его совсем не сложно спешите а то скоро он пройдет прийти к нему уже будет невозможно это мне брат Вячеслав Семенов звонил сейчас по скайпу он начал видимо занятия видимо начнет сейчас и вот дает звонки что кто там будет участвовать в занятиях по скайпу пришлось отключиться вот такое тоже стихотворение чудное я его сразу же через некоторое время заучил с помощью Божьей ну все слава Богу за все любите Слово Божие не оставляйте его и тогда Господь поможет вам еще вот я когда ходил благовестом по поездам и вообще перед благовестием советую всем всегда читать Слово Божие там особенно вот мне вот помогало лично мне я читал Евангелие от Иоанна она более божественная такое возвышенное и я его всегда читал там несколько глав и потом уже вставал конечно в этот момент всегда внутренне ты молишься то есть взываешь Богу чтоб Господь дал дерзновение все это малодушие маловерие убрал у тебя чтоб ты мог открыто дерзновенно встать сказать Слово Божие слава тебе наш Господь Бог наш Иисус Христос слава тебе во веки аминь вот вот и вот все